Добрый вечер! Вы смотрите События в студии Марьян Бахтеева и вот главная тема этого выпуска. А ВОЗ и ныне там. Коммунальщики работают в усиленном режиме, но город по-прежнему по колено в снегу. Все жители, которые задают вопрос, сколько требуется времени для того, чтобы вывести его в полном объеме, порядка недель еще. Международные отношения. Новый виток сотрудничества Пенза с Беларусью. Мы очень заинтересованы. Все, что они производят, это уникальные вещи, они делают. Все арматуры, которые нужны нашим. И нефтеперерабатывающим заводам, и заводам нефтехимические. Хочу все знать. Зачем региону еще один ВУЗ и кого там будут готовить? В Министерстве образования все согласовано, приказ издан. И в этом году мы уже начинаем ремонтные работы. Этой зимой погода не перестает удивлять пензенцев и подкидывать одно испытание за другим. Так на смену жгучим морозом и обильным снегопадом вновь приходит оттепель. В грядущие выходные местами по региону ожидаются до плюс двух градусов. А пока областной центр утопает в сугробах, повсюду ледяные ловушки. Речь не только о дворовых территориях, но и о городских автомагистралях. Коммунальщики работают в усиленном режиме, но пока результат их труда мало заметен. Уважаемые администрации нашего города, это уже просто невыносимо. Авария на каждом углу. Дороги абсолютно не чищены. Машины сносят. После очередного снегопада таких видеороликов в интернете десятки, а фотографий сотни. Пользователи соцсетей активно делятся кадрами с последствиями непогоды, обсуждают бездействия коммунальщиков. Улица окружная. Водитель УАЗика тормозит, пытаясь предотвратить столкновение со впереди идущим автомобилем. Но на скользкой дороге машину заносит влево настоящее на перекрестке транспортное средство. Та критика, которая высказывается в том числе по движению маршрутных, транспортных средств, автомобильных, она, конечно же, имеет место быть. И мы стараемся по этому поводу отрабатывать максимально быстро. В ночь вчера было вывезено порядка трех с половиной тысяч кубов снега, который был. Все жители, которые задают вопрос, сколько требуется времени для того, чтобы вывезти его в полном объеме. А лично моим, возможно, даже субъективное мнение, ну, порядка недели еще. Как признаются сами коммунальщики, реагировать на капризы природы не всегда удается оперативно. Несмотря на то, что ежедневно вывоз снежной массы обеспечивают более ста единиц техники. По словам Александра Юлина, в ближайшие дни эти машины направят на расчистку обочин городских дорог, где отмечается их заметное сужение. Ежедневно планируется убирать до четырех тысяч кубометров. Кстати, согласно нормативам, такая работа на основных магистралях должна быть выполнена в течение шести часов после окончания снегопада. Граждане самостоятельно смогут выбрать объекты, которые благоустроят в 2022 году. В России запустили онлайн-платформу для такого голосования. Сейчас она наполняется информацией, списком мест, которые планируется провести в порядок. Сама процедура пройдет с 26 апреля по 30 мая. Чтобы принять в ней участие, нужно зайти на сайт и перейти в раздел своего региона. Далее определиться с одним из предложенных вариантов. Регистрация доступна с помощью портала госуслуги или по номеру телефона. Участниками могут встать граждане от 14 лет, жители конкретной области по прописке. У нас голосование пройдет за благоустройство в Пензе, Заречном, Кузнецке, Каменке, Никольске, Нижнем Ломове и Сердобске. И еще одна важная коммунальная новость. Пензенцев ждут нововведения, которые касаются предоставления горячей воды и тепла. Теперь квитанции за эти услуги будут приходить в ином формате. Кроме того, меняется и механизм ценообразования в ресурсоснабжающей организации. Обо всем и по порядку расскажет Елена Моисеева. Абоненты МКП теплоснабжения Пензы, а их 80 тысяч, в феврале получат квитанцию за горячую воду от другой компании «Т-Плюс». Она приобрела квартальные сети, которые раньше принадлежали муниципальному предприятию, и уже приступила к предоставлению коммунальной услуги. Тариф не изменился. Компонент на холодную воду 26 рублей 34 копейки за куб. И компонент на тепловую энергию 1821 рубль 88 копеек за гиккалорию. Раньше было две квитанции, теперь она единая. И там будет три строчки. Это отопление, компонент на холодную воду и компонент на ГВС. Проконсультироваться по поводу расчёта платы за отопление и горячую воду можно в контакт-центре компании или по телефонам, которые указаны в обновлённом платёжном документе. Если же у вас остались вопросы по прошлогодним начислениям, обращаться следует к прежнему поставщику услуг, либо в управляющую компанию. А с 1 июля наш регион перейдёт на новую систему ценообразования по методу альтернативной котельной. Такой шаг позволит повысить качество теплоснабжения. При этом все жители города будут платить за услугу одинаково. Будет не тариф, а предельная цена, которая будет общей для всех в городе. И она будет считаться прозрачно. То есть она будет зависеть от цены газа в регионе, от цены электроэнергии в регионе, от ставки рефинансирования до банка. И она будет прозрачна и считаться просто по калькулятору. Этим летом в областном центре будет немало разрытий. На такие масштабные работы Т-плюс направит 550 миллионов рублей, что на 200 миллионов больше, чем в прошлом году. Полностью менять станут наиболее ветхие трубы по проспектам Победы и Строителей, а ещё на улицах Леонова и Московской. Также планируется замена внутриквартальных сетей отопления и горячего водоснабжения, ремонт оборудования центральных тепловых пунктов. Теперь о кадровых изменениях в системе власти. Заместитель мэра Пензы Олег Денисов, который курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и переселения граждан, оставил свой пост. Теперь он будет трудиться в Белинском районе. Его назначили исполняющим обязанности главы местной администрации. В областном центре он работал недолго, с июня прошлого года. Андрей Лузгин и его заместители выразили Олегу Денисову признательность за его труд. Теперь о визите межгосударственного уровня. В Пензу прилетел посол Белоруссии и в России Владимир Семашко. Одна из первых церемоний, в которой он принял участие, это посещение мемориального комплекса на проспекте Победы. Там высокий гость передал губернатору Ивану Белозерцеву землю, взятую с территории Брестской крепости. Великвию будут хранить в музее села Кижеватого, малой родины, героя Советского Союза Андрея Кижеватого, защищавшего рубежи Отечества в июне 1941 года. Память советских воинов, погибших в Великой войне, почтили минутой молчания. Там же у монумента воинской и трудовой славы делегация возложила цветы к вечному огню. После этого посол Беларуси и глава Пензенского региона отправились в губернаторский дом для подписания важных документов. Однако прежде обсудили условия дальнейшего сотрудничества. Светлана Демина присутствовала на переговорах. Эта встреча хоть и носит официальный характер, но не лишена теплоты. Республика Беларусь и Пензенская область – давние экономические партнеры. Правда, в последнее время объемы внешнеторгового оборота Сурского края с ближайшими соседями России упали. С 96 миллионов долларов в 2015 году до 58 миллионов в прошлом. Конечно, свою роль сыграла пандемия, но сейчас заболеваемость идет на спад, а значит, уже можно говорить о том, чтобы наращивать объемы. Тем более, что обеим сторонам есть, что предложить друг другу. Беларусь, например, всегда считалась в советские времена и сегодня на постсоветском пространстве в рамках СНГ и Евразийского союза дворочным цехом. У нас есть набор техники для сельскохозяйственного производства, для коммунальных услуг, для строительства и так далее. Мы готовы на определенных условиях, с определенным сопровождением финансов, мы готовы предложить поставки в вашей области. Речь в первую очередь о сельскохозяйственной, жилищно-коммунальной, автомобильной технике. Гости, в свою очередь, заинтересовались продукцией крупного промышленного предприятия Пензенской области. Арматуры для нефтегазовых компаний, которые в больших количествах изготавливает наш завод, пригодятся в реализации их крупного инвестпроекта. Готовы белорусы поработать и на пензенской земле. Мы сегодня вели разговор о возможности создания совместного производства какой-то линии по выпуску коммунальной техники, которая у нас востребована в Российской Федерации. И Белоруссия выпускает ее, и там много предприятий различных, которые выпускают эту технику. Неплохо было бы создать предприятие на территории нашего Пензенского региона, тем более площади у нас есть. Много было сказано и о развитии аграрного сектора. В последние годы наш регион занимает лидирующие позиции в России по темпам роста в этой сфере. После встречи в губернаторском доме было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между региональным министерством сельского хозяйства, Пензенским аграрным университетом и белорусской торгово-производственной компанией. Остальные договоренности подписями закрепили губернатор Пензенской области и посол соседней республики. Подписывается протокол по итогам встречи губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева и чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Ильича Семашко. После официальной части Владимир Семашко вручил Ивану Белозерцеву памятную медаль в честь 75-летия Великой Победы. Оказывается, мой родной небольшой городок, 45 тысяч населения, районный центр Каренковича, не Каренковича, Каренковича, да, освобождала ваша дивизия, 354-я, 3-го дивизия, ордена Ленина, ордена, это значит, Суворова, дивизия. Там у нас памятник, несколько памятников стоит, мы еще пацанами бегали, там один в лесу стоит, и там смотрели все, так кажется, ваши земляки освобождали на наш бой родной городок небольшой. Поэтому я с большим удовольствием вручаю вам награду. Гостям же преподнесли новое издание энциклопедии Пензенской области. Из губернаторского дома делегация проследовала в Спасский кафедральный собор экскурсию по главному православному храму Сурского края для чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь провели губернатор Иван Белозерцев и митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Гостю показали алтарь, который продолжают устанавливать, а также продемонстрировали эскизы росписи. Проекты накануне представили арт-мастерские, которые борются за право заняться внутренним убранством восстановленной святыни. Это вот светлый какой-то храм, очень удачно подобранный, вот даже вот все это, начиная от пола, колонны, это все. Я вот был недавно, два раза, там был этот храм, который Шойко построил, министр обороны под Москвой, это самое, вооруженных сил. Там производят, ну там темные, но они производят и музей такой великолепный. Однако этим программа визита белорусской делегации не ограничилась. Следующими пунктами в экскурсионном туре стали промышленные предприятия Сурского края. Еще больше сладостей из пензы на белорусских прилавках. Такую возможность рассматривать делегации из соседней республики. Продукции одного из наших предприятий они пробуют на вкус прямо на производстве. У данной компании опыт сотрудничества с этой страной уже есть. Теперь речь идет об увеличении объема поставок. Есть такая компания экспортер, она берет очень много продукции из России. Это один из наших промышленных дистрибьюторов, порядка 40-50 тонн ежемесячно мы поставляем в Белоруссию. По винтикам разбирает и пензенское машиностроение. Это предприятие рассчитывает выйти на белорусский рынок уже в июне. Шестеренки мы не делали до прошлого года. И первые, как бы, сами шестерни у нас начали изготавливаться в сентябре. Сейчас мы уже начали полностью изготавливать шестерни для наших станков, за исключением шестерен, которые находятся в передней бабке. Но их мы тоже на сегодняшний момент осваиваем. В свою очередь гости из Белоруссии рассчитывают наладить поставку своей продукции в наш регион. Наше предприятие работает в сфере электротранспорта, поэтому нас интересует именно поставка техники сюда электротранспорта, троллейбусы и электробусы. С Пензенской области у нас уже были сотрудничества, мы поставляли сюда наши троллейбусы. Пока присматриваемся, может что-то мы увидим и получится наладить сотрудничество и части кооперации. В следующем году в Пензенской области начнется работа по переобучению сотрудников предприятий в соответствии со стандартами WorldSkills. Речь об этом шла на встрече губернатора Ивана Белозерцева с заместителем министра экономического развития страны Петром Засельским. Другим совместным с WorldSkills проектом станет возрождение рационализаторства. Как было отмечено, в ходе беседы зарождающееся движение направлено на создание высокоэффективных предприятий. Это станет возможным благодаря реализации национального проекта «Производительность труда». В его рамках в регионе с организациями заключено уже 39 соглашений о взаимодействии. В ближайшее время планируется довести это количество до 45. О создании нового высшего учебного заведения в нашем регионе речь шла на встречу губернатора Ивана Белозерцева с ректором Российской государственной академии интеллектуальной собственности Александрой Аракеловой. Почему для открытия был выбран именно наш город? Кого намерены выпускать и где будет располагаться ВУЗ? Ответы в следующем материале. Почти на двух тысячах квадратных метрах здания столовой бывшего завода точных приборов теперь будут готовить специалистов для работы на инновационных предприятиях. В Пензе откроют филиал Российской государственной академии интеллектуальной собственности, высшего учебного заведения, которое расположено в Москве. Поскольку академия здесь была недвижимость, мы решили возродить филиал. С Министерством образования все согласовано, приказ издан. И в этом году мы уже начинаем ремонтные работы. У нас будет капитальный ремонт кровли. Я думаю, что мы что-то сделаем из учебных аудиторий, приведем в порядок. Я только приветствую. То, что касается нас, мы обязательно посмотрим и обязательно, конечно, окажем помощь, содействие. Это возможность обучаться нашим студентам и студентам из других регионов. Но, в первую очередь, я за своих студентов, которые могли бы поступить и получить образование. Потом нам нужны действительно такие специалисты, которые могли бы работать в этой сфере. Кстати, Иргаис – это единственное государственное учебное заведение в нашей стране, которое выпускает специалистов подобного профиля. В Пентинском филиале планируется давать не только высшее, но и среднее профессиональное образование. Несмотря на то, что у нас программы вроде бы как типичные для других вузов, потому что очень многие вузы реализуют эти направления и юриспруденциум менеджмент. Но отличие наших программ, что они заточены именно на тех специалистов, которые будут затем заниматься интеллектуальной собственностью в своей профессиональной деятельности. Это оценщики, это патентоведы, это будущие юристы, судьи. Во время рабочего визита в нашу область Александра Аракелова также приняла участие в межрегиональном онлайн-семинаре. Там обсудили, как интеллектуальная собственность помогает в развитии инноваций и повышении экономической устойчивости страны. Теперь о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки в регионе выявлено 207 новых случаев заражения. Таким образом, число инфицированных у нас превысило 35 тысяч. В то же время свыше 28 тысяч пенсионцев излечились от коварного недуга. Накануне закрывших больничный снова оказалось больше, чем тех, у кого тест дал положительный результат. Из медицинских учреждений выписали 290 пациентов. Продолжается и вакцинация населения. На сегодняшний день в области организовано 44 пункта иммунизации. Напомню, записаться на процедуру можно на портале госуслуг. В настоящий момент пришла помощь в виде вакцинации. Те, кто не переболел, найдите смелость. Вакцинируйтесь, и вы сможете встречаться с друзьями, приходить на работу, наслаждаться жизнью. Теперь важная информация для граждан и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Завтра, 12 февраля, на сессии регионального парламента планируется принять постановление правительства Пенсинской области о порядке выплат в рамках социального контракта. А уже со следующей недели программа будет запущена. Более подробно о новом механизме поддержки рассказал глава регионального министерства труда Алексей Качан во время общения с подписчиками в прямом эфире в одной из социальных сетей. Помочь выйти из трудной жизненной ситуации путем поиска работы и повышения дохода. Главная цель нового механизма поддержки малоимущих слоев населения. Заключить так называемый социальный контракт смогут жители региона, чей заработок ниже величины прожиточного минимума. Это условие распространяется и на пенсионеров. У нас в настоящий момент величина прожиточного минимума на пенсионеров установлена в размере 7953 рубля. Таким образом, если семья стоит из двух человек, то она не должна превышать 15906 рублей. То есть, если она превышает эту сумму, к сожалению, социальный контракт заключен быть не может. На сегодняшний день в Пензенской области насчитывается более 30 тысяч малоимущих семей. Еще свыше 78 тысяч человек зарабатывают меньше установленного минимального размера оплаты труда. Помощь по соцконтракту будет адресной. Так, в первый год реализации программы новый вид поддержки получат не менее трех тысяч жителей региона. Если мы заключим социальный контракт, просто дадим деньги и на эти деньги купим бытовую технику, конечно, мы не поможем семье. Нужно понимать, что этот контракт не будет эффективным, потому что анализ эффективности, он проходит в течение последующих 12 месяцев после заключения социального контракта. И если мы увидим, что доход семьи не увеличился, ну, а может даже и уменьшился, пользы от этого контракта не будет. Если вы потенциально подходите под заключение социального контракта, то вам необходимо обратиться в районную администрацию, либо в органы соцзащиты по месту жительства. На все вопросы готовы ответить также по телефону единой справочной службы 8 800 234 49 73. Звонки принимаются ежедневно с 9 утра до 21.00. На очереди криминальная хроника. До 8 лет тюрьмы грозит 48-летнему жителю областного центра, который пришел в магазин по продаже цифровой техники с оружием. На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, как мужчина в спортивной куртке размахивает пистолетом перед лицом сотрудника торговой точки и требует у него деньги. По всей видимости, угрозы и доводы вооруженного пензенса оказались неубедительными. Из помещения зломышленник вышел ни с чем и тут же был задержан полицейскими. С его слов причиной совершения преступления стала неисправная аудиоколонка, которую несколькими днями ранее он приобрел в данной торговой точке. Для того, чтобы вернуть потраченные за товар деньги, он в вечернее время пришел в магазин, прихватив с собой страйкбольный пистолет. Свою вину в совершении преступления мужчина признал и раскаялся в содеянном. Сейчас он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники ГИБДД в свою очередь расследуют причины дорожно-транспортного происшествия, которое случилось накануне вечером в селе Засичном. Там около 6 часов вечера автомобиль Киаза, рулем которого находился мужчина 1975 года рождения, сбил пешехода. Пострадал мальчик 8 лет. К счастью, травмы школьника оказались незначительными. После оказания медицинской помощи на месте врачи отпустили ребенка домой. Сейчас короткая реклама, а затем расскажем об успехах сурских атлетов. И не только. Не переключайтесь. Продолжение следует... Организация «Похорон». 30 55 55. Круглосуточно. Спортивный блок в продолжении нашего информационного выпуска. И Петр Голубев в студии. Добрый вечер, Петр. Кто-то тебя удивил? Добрый вечер. Наверное, сложно сказать, что кто-то удивил, но порадовали точно. В Пензе на базе стадиона «Снежинка» стартовали соревнования по лыжным гонкам в рамках областной универсиады. В борьбу за победу вступили 60 участников из высших учебных заведений региона. Сейчас ребята отбираются на всероссийский этап. Однако в дальнейшем у них будет шанс попасть на всемирные студенческие игры. Это гонка с раздельным стартом. Спортсмены выходят на трассу поочередно, с интервалом в 30 секунд. Пока одни участники соревнований по лыжным гонкам в рамках областной универсиады уже преодолевают дистанцию, другие продолжают готовиться. Прежде всего они тщательно разогреваются. У нас были тренировки каждый день, иногда по две тренировки, иногда по одной. Также еще у нас существует физическая культура, у нас постоянно пара спортивная проходит, это все входит в план тренировок. Трасса так-то несложная, но из-за погоды снег нападал, и тяжело бежать по новому снегу. Участвуют студенты очного отделения сборных команд пензенских государственных высших учебных заведений. В состав команды не ограничен, девочки бегут дистанцию 3 километра, юноши бегут дистанцию 10 километров. Те, кто показал лучшие результаты на региональном этапе, отправятся на Всероссийский. Он пройдет в Республике Татарстан с 8 по 14 марта. По его итогам будет сформирована национальная команда, которая примет участие во Всемирной студенческой универсиаде. Юные пензенские футболисты вернулись домой с медалями межрегионального турнира, который проходил в Тамбове. Команда «Зенит-2012» завоевала там серебряные медали, хотя от главного трофея их отделил всего один забитый мяч. Подробнее о том, как складывались игры для наших мальчишек, расскажем далее. Несмотря на юный возраст, воспитанники пензенского «Зенита» провели уже немало турниров. Результат был разным, но сейчас главное для них учиться. Однако постигать основу футбола становится куда приятнее, когда завоевываешь медали. Поэтому перед межрегиональными соревнованиями в Тамбове в команде думали только о чемпионстве. Тем более, что пензенские мальчишки ехали туда в качестве фаворитов. На групповом этапе они это подтвердили. В их активе оказались четыре победы и одна ничья. Первые три были не такие уж и трудные, но не такие уж и легкие. Четвертый был трудноватый для нас. Там был авангард курс. Они нас поджимали в самом начале. И мы сыграли 2-2. А пятый мальчиш тоже не такой был трудный. Но все равно там надо было постараться. За успехами своих детей следят родители, которые даже в другом регионе не оставили команду без поддержки. Тем более, они сами помогают организовывать поездки для ребят на турниры. Представляете, такие эмоции. Это до слез, до хрипоты. Все это кричим, подбадриваем. Эмоции непередаваемые. Это прям до слез все. И они нас радуют и выигрывают. Успешным для «Зенита» оказался и полуфинал. А вот решающая игра у пензенских мальчишек получилась самой тяжелой на турнире. Встречались они с соперниками из московской команды «Девятка». На гол юных футболистов из Сурского края их оппоненты ответили двумя точными ударами и, несмотря на удаление, смогли удержать счет. Они были в меньшинстве в конце. И тренер говорил, что у них не было опорного, и надо было в середину заходить. У них там вообще никого не было. Соперники были сильные. Но мы старались играть, не подводить тренера, болельщиков. Снова проверить свои силы в рамках турниров мальчишки смогут весной. Если позволят финансы, они выступят на соревнованиях в Москве и Нижнем Новгороде. Перспективы развития различных видов единоборств в Пензенской области обсудили на встрече глав региональных спортивных федераций с представителями Российского союза боевых искусств. В частности, речь шла о проведении в нашем городе соревнований не только национального, но и европейского, и даже мирового уровня. Среди них, к примеру, международные юношеские игры. Это будет хорошее мероприятие. И в мире не проводятся такие мероприятия по боевым искусствам. Залы и сам комплекс позволяют. Плюс, я скажу, для юных спортсменов будет очень позитивным и познавательным вот этот музей. У нас эти виды развиваются, активно развиваются в Пензенской области. У нас есть успехи, у нас есть и материальная база, у нас есть и хорошие кадры, есть и спортсмены. Я думаю, что мы здесь найдем взаимодействие по поводу проведения мероприятий. И если проведение международных турниров пока находится на стадии обсуждения, то всероссийские состязания в Пензе пройдут точно. В мае в нашем городе состоится Кубок страны по всей стилевому каратэ. Спасибо. Пока это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Субтитры предоставил DimaTorzok Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Официальный курс Центрального банка России. Доллар 73 рубля 76 копеек. Евро 89 рублей 44 копейки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова